Карьеру можно, если говорить о нашей отрасли об IT, выстраивать в двух как бы направлениях. Можно попробовать выстроить свою карьеру как руководителя, то есть развиваясь, скажем, от программиста, системного администратора, инженера, руководителя группы, руководителя проектов, руководителя поддержки, это одно направление. Вот о нем мы именно и поговорим. Другое направление, которое, собственно, имеет свои плюсы, естественно, это углубление именно в какой-то узкопрофессиональной области, то есть углубление своих компетенций как того же, скажем, инженера, разработчика, архитектора далее и так далее. В данном случае на нашем семинаре я хочу немножко рассказать о том варианте, который упомянул первым, то есть как выстраивать то, что можно назвать иерархической карьерой, то есть развиваться в сторону не технологическую, а в сторону организационную, в сторону управленческую. Ну, поскольку мы, наверное, с большинством пока что не очень сталкивались, знакомились, я коротко представлюсь, собственно, я именно в таком направлении сам свою карьеру и выстраивал. Я начинал когда-то как программист, как разработчик, потом как руководитель разработки и, в общем-то, последние уже лет 10 даже больше занимаюсь как раз проектами, программами, портфелями проектов, выстраиванием, поддержкой уже именно как эксперт, как консультант в этом направлении. И для того, чтобы начать, я вот хочу начать с такого слайда, мне вот очень нравится, как выстроена структура как раз именно проектного управления в корпорации Марс, вот с точки зрения, вот я позаимствовал мне здесь слайд, надеюсь, они на меня не обидятся, вот я такие все копирайты постарался соблюсти, вот любое изменение современной деловой среды, бизнес-среды, оно всегда так или иначе либо подкрепляется какими-то IT-средствами, ну, изменение порядка работы, значит, нужно переписать какую-то часть программ, как-то поменяются рабочие обязанности, либо наоборот, сами технологии информационные дают возможность создания каких-то, скажем, дистанционных средств, логистических, или уже то, что, не знаю, там, оскомину набило, но действительно, там, всякого рода средств, интернет-продаж, интернет-сопровождение, сервисы и так далее, то есть создание вообще новых инструментов инструментов донесения услуг, донесения продукции от компании до клиента, до потребителя. И поэтому, когда мы говорим о вообще выстраивании работы IT внутри какой-то компании, то это сейчас, в общем-то, не то что невозможно, это и невозможно, и бессмысленно, по большому счету, разделять общие текущие операционные деятельности компании от того, чем компания, скажем, чем компания зарабатывает деньги. Если вот мы сейчас говорим о том, как, например, попробовать выстроить свою IT-карьеру, то это все равно встроено в развитие самой компании. Да, вот, я не знаю, там, сталкивались, нет, вы мне, так, кто, особенно, вот, большинство у нас на вебинаре, вы мне вопросики ваши можете писать сразу же, вот, как вы мне отвечали в чат, да, я все там вижу и, соответственно, буду на это реагировать, буду реагировать на ваши вопросы. Вот, вот, кто сталкивался с понятием IT как услуга, да, вот, приходилось, если с таким понятием сталкиваться, да, то есть, IT не как само по себе, да, не просто почта та же, скажем, электронная, а для чего вообще используется электронная почта в любой компании, ну, к средствам документа оборота простейших, к средствам быстрых оперативных коммуникаций внутри компании с, там, клиентами, с поставщиками, то есть, решая какие-то определенные, задачи, вот, казалось бы, банальная электронная почта, любую возьмем систему, там, другую, бухгалтерскую систему, систему управления взаимоотношениями с клиентом, всегда решаются какие-то совершенно конкретные задачи. И вот, нужно соотнести, как, какие задачи могут быть решены, какие затраты, в чем мы будем измерять, вот, мы сейчас, как раз, немножко поговорим об этом, можно измерять производительность, например, сугубо, ну, как сказать, в айтишных показателях, да, там, не знаю, там, время пинга, скорость транзакции, ну, по большому счету, кому это интересно, да, какое там время пинга доступа, не знаю, к серверу, в сером системе, ну, есть-то сколько-то миллисекунд, ну, и что. Ничего от этого никому особо не интересно. А есть показатели измеримых, какой объем клиентов, измеримые, которые интересны с точки зрения именно бизнеса, сколько клиентов пришло, сколько клиентов пришло повторно, какой уровень удовлетворенности этих клиентов, которые заказали услугу, например, там, через тот же сайт, или насколько быстро, скажем, тот же менеджер, консультант ответил при обращении через электронную почту. Если какой-то сервис проставил, то, соответственно, сколько быстро его удалось восстановить, и произошли или не произошли в результате потери, там, клиентов, или было высказано какое-то недовольство от клиентов. Вот такие цели будут являться измеримыми, и тогда мы, как раз, можем говорить, что айти представляется как услуга, или, если уж быть совсем точным, то как набор услуг, да, там, электронная почта как самостоятельная услуга, поддержка какой-то, бухгалтерия как услуга, обеспечение каких-то, нельзя, там, той же телефонии, IP-телефонии как услуга, и все это можно измерить, и тем самым представить как некую ценность для бизнеса, для работы основной компании. Вообще вокруг вот этой идеи крутится огромное количество всевозможных стандартов. Я из одного из курсов взял, просто как пример, ну, это, во-первых, не все, и то, и то огромное количество, видите, но идея у всех одна и та же, по большому счету. Это то, о чем я как раз, в общем-то, вот сейчас и говорил, что, а как выстроить управление айти в компании как услуга, услуга, как, соответственно, выстроить взаимоотношения между бизнесом и айти подразделением, между айти и внешними клиентами, как реализовывать проекты по внедрению так, чтобы в ходе реализации не нарушалась работоспособность всего остального и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, нельзя за все хвататься сразу, ну, тоже банальная вроде бы совершенно вещь, хотя почему, к сожалению, до сих пор иногда ей злоупотребляют. Давайте мы сразу сделаем все как правильно. Не бывает так, всегда есть какой-то степ-бай-степ, вот шаг за шагом в развитии. Сначала там немножко упорядочить, набрать какую-то статистику, потом, исходя из этой статистики, понимать, где надо улучшаться. Вот, собственно говоря, так и айти в компании развивается, и по-хорошему так и айти сотрудник в компании развивается, если говорить об этой линейке развития. Как раз я и хотел бы показать, как разные вот эти стандарты, лучшие практики, каким образом они вообще могут помочь вот такую систему выстроить. Ну, хорошо, что такое айти вообще, вы слышали? Никогда не слышали. Да, вот что такое айти? Коллеги, кто у нас на вебинаре, тоже откликнитесь мне там, пожалуйста. Что такое айти, вы приходилось слышать, сталкиваться? Айти, инфраструкча, лайбрари, да? То есть библиотека, айти, инфраструктура. Ну, окей, да, раз так вот сейчас получилось, что никто не отозвался, что слышал, да, хотя, в общем, достаточно известная вещь, ну, как раз, собственно, поэтому и начали с такого курса, как основы айти, да, действительно, с него тогда и надо начинать. Это библиотека, которая развивается уже на протяжении, где-то, скоро 30, наверное, лет, там, 25, 20, больше, где-то с 1986 года, да, в которой объединяет в себе в обобщенном, конечно, виде лучшие практики управления айти. Причем это именно библиотека, то есть библиотека описательная, вот где собрали самых разных компаний, самых разных отраслей, разных стран, вот регулярно собирают, обобщают лучшие практики. Как, например, исправлять какие-то ошибки, да, там, управление инцидентами, управление проблемами, как оказывать поддержку пользователям, как развивать. И вот это все собрано в 5 больших томов, так называемый core, да, основные публикации, а всего сейчас, если мне память сильно не изменяет, то ли 33, то ли 34 книги в этой библиотеке существуют. Это не значит, что всю библиотеку нужно читать, нет. Читать нужно, разумеется, то, в чем есть интерес сейчас. Но для того, чтобы понять, в чем есть интерес, вначале, наверное, нужно вообще понять, вот, о чем это. И вот, собственно, вот этот наш как раз базовый курс, который так и называется «Основы ITIL», и предназначен для того, чтобы дать вот такую информацию, как бы общую структуру этой библиотеки. Что из себя эта библиотека представляет? Она представляет собой, ну, понятно, что собрание книг, но с точки зрения управления инфраструктурой, с точки зрения управления инфраструктурой предприятия, эта библиотека представляет собой каждую IT-услугу в виде ее жизненного цикла. То есть в центре, вот здесь стратегия услуг, да, вот она, стратегия услуг, service strategy. Это фаза жизненного цикла, как ее называют, или иногда еще называют домен, который описывает, как перевести, вот буквально перевести, да, там, перевод осуществить, цели компании, цели организации, то есть бизнес-цели на стратегию IT. Вот, например, да, компания развивается активно, предполагает, допустим, открывать новые какие-то, скажем, производства. Что должно сделать IT? Вот IT должно понимать, что да, нам придется развивать тогда логистические системы, нам придется увеличивать, обеспечивать поддержку нагрузки, скажем, на существующие там системы управления, там, складские системы поддержки производства, потому что у нас там в течение трех лет будет открыто три новых производства, значит, увеличится количество пользователей, увеличится количество там решаемых задач, транзакций и так далее. Дальше вот эти общие вот такие поставленные задачи, они должны быть конкретизированы и детализированы, и за это отвечает фаза жизненного цикла, которая называется Service Design. В рамках этой фазы как раз и должны решаться задачи такой детальной проработки, то есть, а сколько будет пользователей, их будет две тысячи, две с половиной тысячи, какая будет нагрузка на наши системы, как их надо поддерживать, может быть, какие-то системы достаточно поддерживать, там, пять на восемь, какие-то требуют круглосуточные в режиме 24 на семь поддержки. Где-то пользователи, которые будут с этими системами работать, они будут являться опытными пользователями с точки зрения компьютерных пользователей, да, и им какой-то особой такой простой поддержки не надо, они сами в состоянии, не знаю, банально, перезагрузить компьютер, перезагрузить, перезапустить какую-то программу, сами это вполне в состоянии сделать. А в других случаях каких-то, это, например, люди, которые, что называется, с компьютером на «вы», и им буквально нужно, чтобы был, допустим, какой-то человек, который подойдет и, значит, сможет за них там это сделать. Какие функциональные требования к сервису, к услуге, что должно уметь делать. Ну, опять-таки, взять банальные вещи, скажем, электронная почта, да, но электронная почта – это что-то такое очень-очень общее. Электронная почта должна работать только внутри компании или должна иметь выход наружу? Если она имеет выход наружу, значит, коммуникации доступны всем сотрудникам по электронной почте наружу или только каким-то определенным. Почему? Там есть требования, требования безопасности определенных. Определенные финансовые могут возникать ограничения, потому что если взять какую-то крупную организацию, не знаю, там Сбербанк, представьте, десятки, если не сотни тысяч сотрудников, да, и вот если всем дать, разрешить доступ из их корпоративной почты вовне, то придется там безумные нести затраты, просто на то, чтобы это все поддерживать. И так далее, и так далее. Вот эти все вещи, они прорабатываются в рамках фазы сервис-дизайна. А дальше должен, собственно, запускаться проект, изменения и, собственно, вот что-то создаваться новое или улучшаться старое, исправляться какие-то ошибки. И за это отвечает фаза жизненного цикла услуги, которая так и называется преобразование услуги, сервис-транзишн. То есть мы вносим какие-то изменения, начиная от максимального, там создается новая вообще услуга и заканчивая исправлением ошибок или добавлением какого-то функционала, каких-то новых отчетов, может быть, каких-то новых функциональных блоков. И это все должно быть аккуратно-аккуратно внедрено в промышленную, в операционную среду. Потому что, ну, известно, что одна из основных вообще проблем всегда известная, да, вся эта фраза – хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот что-то делали, делали, чтобы улучшить, потом внедрили и перестает нормально работать то, что до этого работало нормально и без сбоя. Вот домен фазы сервис-транзишн как раз и отличается за то, чтобы вот эти изменения все были рассмотрены, тестированы, внедрены так, чтобы минимально повлиять на среду эксплуатационную. И дальше уже сервис находится в фазе так называемой эксплуатационной, сервис-оперейшн. То есть это как раз текущие всякого рода регламентные работы, профилактика, это текущее решение проблем, решение так называемых инцидентов, то есть устранение сбоев, которые повлияли на пользователей, это поддержка пользователей. Ну, естественно, почему это все в цикле? Ну, понятно, потому что все развивается, все постепенно развивается. В какой-то момент возникнут новые задачи у бизнеса, или будут выявлены ошибки, опять понадобятся изменения. То есть в результате вот эта библиотека, она сгруппировала в четыре такие основные фазы, очень укрупненно. И вот на курсе как раз по основам наша задача разобраться, за что отвечает какая фаза, какие там внутри есть процессы, то есть уже более детальные такие участки деятельности, кто за них отвечает, какие там метрики, ну, скажем, если говорить, допустим, о фазе сервис-оперейшн. Основной процесс какой-то. Управление инцидентами, естественно, то есть решение сбоев, которые повлияли уже на работу пользователей, какие там основные метрики. Скорость решения, насколько быстро решен возникший инцидент, насколько пользователи удовлетворены, насколько этот инцидент принес ущерб, убыток работе компании. Вот такие вещи мы как раз обсуждаем на вот этом базовом курсе. В общем-то, если вы действительно до сих пор не сталкивались с основами IT-управления, то, в общем, наверное, с него имеет смысл начать, как раз, чтобы вот именно разобраться, что за что отвечать. Еще с точки зрения карьеры, как раз и полезно, чтобы разговаривать с теми же бизнесами на одном языке даже. Вот неважно, если человек, например, начинает работу как оператор, хелп-деск или инженер технической поддержки, вообще понимать, а почему пользователь что-то требует, почему там руководитель отдела что-то требует, почему для него может быть какой-то момент важен. Иногда даже можно говорить, вот там обычная фраза IT-шника, там эти идиоты, там опять от меня хотят, чтобы шрифт сделал вместо 12 пикселей, там 14 пикселей. Иногда это действительно ерунда, иногда это имеет под собой какие-то основания, например, нужно что-то выделить, чтобы клиентам компании бросалось в глаза, это повлияет на объем заказов. Такие вещи нужно понимать. С этого действительно начать. Но ITIL именно как библиотека, она очень, как сказать, высокоуровневая, то есть она достаточно абстрактная. Действительно, ведь нельзя организовать управление на основе библиотеки, потому что библиотека это что, это просто книжка, нельзя управлять на основе книг, управление на основе чего обычно производится. Какие-то регламенты, инструкции, там должностные, операционные. А ITIL это просто в общем описание. Поэтому, когда мы начинаем непосредственно что-то внедрять, вот я, например, в своей практике использую ITIL как фундамент, ну это, собственно, не только я, это все, да, ITIL такой фундамент, базис. А есть более детальные методики, вот я в своей практике использую методику Microsoft Operations Framework, MOF так называемая. То, что она от Microsoft, а здесь заблуждение вводить не должно, прямого отношения никакого к продуктам Microsoft она не имеет. Это именно методика, то есть детальное изложение алгоритмов, порядка действий. То есть принцип тот же самый, вот если мы посмотрим, да. Сначала любая услуга должна быть, что спланирована, да, то есть оценена с точки зрения финансов, ее ценности для бизнеса, внутренних политик. Затем должен быть, что реализован, вот он, проект по созданию или изменению услуги. То есть, да, сначала делается план проекта, тоже сейчас об этом поговорим. Затем разработка, стабилизация решений, развертывание и затем передача куда-то в ту же фазу операционную, да. В операционную поддержку пользователей, решение проблем, текущие какие-то операции, мониторинг, услуги. То есть принцип тот же самый, но в MOF'е идет своего рода развитие ITIL. То есть это не альтернатива, это как бы развитие ITIL более общее, а дальше начинаем конкретизировать, детализировать, да. Вот, если вы будете знакомиться с ITIL и с MOF'ом, в частности, опять же, на наших, там, если курсах, я вот всегда показываю, что в MOF гораздо более, гораздо более детальный алгоритм. Алгоритмы, которые представлены в MOF'е, их можно прямо брать и, там, ну, сопоставить буквально со своей штатной структурой. Это готовые операционные должностные инструкции, делая раз, делая два, делая три. Вот, то есть можно не изобретать велосипед, потому что, ну, понятно, изобретая велосипед, мы, естественно, всегда рискуем пройтись по всем грамлям, по которым до нас уже много раз ходили. А можно взять ITIL, какие-то вот рекомендации, взять вот алгоритмы, например, те же разрешения инцидентов и разрешения проблем, которые есть в MOF, и посмотреть, как они ложатся на нашу структуру. Все, и сэкономить время и уменьшить тем самым в себе просто количество ошибок. Потому что, ну, вот, смотрите, вот вы сказали, допустим, что никогда не слышали про ITIL. А вообще в IT работаете? Да. Работаете. Вот я сто процентов уверен, потому что очень много таких людей уже видел, знакомился, когда вот человек говорит, я ничего не знаю править. Вот начинаем знакомиться, говорят, а, ну да, у нас так и работает. Ну да, так это разумно. В общем, действительно, это разумно. Просто можно, что называется, себе набить шишек и к этому прийти. А можно, в общем, посмотреть, как до тебя понабивали. И, в общем, понять, что можно какие-то вещи сделать уже, воспользовавшись чужим образом. Чем MOF еще более, как бы, близок к нашей практике, чем ITIL? Два основных еще момента. Первый, вот здесь выделяется, вот видите, здесь такое вот синее общее поле, да, нет центральной фазы, а есть такое еще синее поле. Это так называемый слой управления, managed layer. Что это такое? Это описаны общеуправленческие задачи. То есть, вот governance, то есть, в чистом виде просто администрирования. Поводить обычный, что там должен делать? Проводить какой-то, там, не знаю, мониторинг того, как сотрудник выполняет свои обязанности. Банально начинает, потому что вовремя ли приходит на работу, работает ли по инструкции. Как соблюдается требование, там, законодательный, compliance, например. То есть, ну, как у нас сейчас, закон о персональных данных, то еще какие-то, ну, все это должно соблюдаться, значит. Естественно, IT здесь имеет самое прямое отношение. Тоже налоговое законодательство, значит. Если мы говорим о поддержке бухгалтерских подсистем, значит, то же самое, чтобы обновления своевременно ставились. Если там есть какой-то вендор, ну, не знаю, 1С, например, тот же самый, значит. Вендор выпускает обновления, чтобы были договора на сопровождение, чтобы эти обновления своевременно поступали, своевременно устанавливались, что там, вендор тоже, допустим, нес какую-то ответственность, если не своевременно. Если вендор не успевает, значит, иметь возможность самим что-то успеть сделать, ну, и хотя бы предупредить пользователей. Пусть я в ЦСУ в Excel хотя бы посчитаю, но, как бы, законодательство все равно нельзя нарушать. Управление изменениями, конфигурациями, вот здесь тоже вынесено. Опять, почему? Целостность инфраструктуры надо поддерживать. Идеи могут быть сколь угодно гениальными, как там нам что-то улучшить. То есть, а если это не вписывается в корпоративную политику, если это велик риск нарушения, там, инфраструктуры ошибок. Ну, естественно, управление командой, да, то есть, вот такие общеуправленческие задачи здесь описаны. Это то, чего в прямую, в явном виде нет вайте. Нам там размазано, разбросано, как бы, по отдельным участкам деятельности, ну, а в реальности-то это всегда есть человек, как начальник отдела, он отвечает, вот, в рамках своего отдела, там, IT-директор, значит, в рамках всей IT-дирекции отвечает. Вот, и еще то, что вновь вот эта фаза предоставления услуги, она явно выстроена как встроенный проект. То есть, тоже вот сейчас дальше об этом поговорим. Никакой проект, конечно же, не реализуется просто так. Проект, это всегда средство достижения какого-то стратегического плана компании. Или, там, не стратегического, пусть тактического, но все равно. То есть, проект должен быть встроен в общую линейку жизненных циклов. Он не может взяться откуда-то и потом его результат куда-то пропасть. Нет. Он должен исходить из каких-то планов развития и затем, в соответствии с теми самыми регламентами, передаваться в операционное обслуживание. А это значит, что люди, которые занимаются операционным обслуживанием, они тоже фактически являются как бы со-заказчиками продукта. Потому что мало того, что продукт должен обладать каким-то функционалом, он еще и должен, то, что называется, быть supportable. Да, то есть, должна быть возможность его обслуживать, поддерживать, какое-то там текущее развитие какое-то производить, иначе можно что-то сделать, а его потом поддерживать невозможно. У меня когда-то там был такой анекдотичный случай в практике. У одного клиента, значит, их вендор сказал, да, да, мы вам, вот, там, требования нагрузки, очень высоконагруженная система, значит, там, порядка 4 тысяч транзакций в секунду при, там, где-то 40 миллионах пользователей в пике, в нагрузке, то есть, ну, очень высоконагруженная система. И разработчик там одного из блоков сказал, да, да, без проблем будет работать. Когда ему задали вопрос, а как будет развиваться, да, вот, ставите, вот, мы посчитали даже вам, они еще вроде как любезность сделали. Ставите кластер из 72 блейд-серверов, у вас будет вся эта нагрузка держаться. Ну, ребят, не простите, это ансопортабл. Системник тоже не будет здраво уметь, такой кластер ставить, потому что он там стоит дороже, чем все остальное вместе взятое. Вот, поэтому мы и говорим о том, что IT-стратегия должна соотноситься с бизнесом. Ну, это высокие такие материи, да, это вот как бы общее понимание, и все эти методологии, стандарты, IT, вот, как самый базовый, MOV, там, ISO-шный вот стандарт, там, видели на первом слайде, они об этом говорят. Но начинаем в практике не с этого, вот, представьте себе, как можно говорить о какой-то стратегии, пока нету цели. А откуда взять цели? Вот, цели вообще, да, есть такой принцип, не знаю, тоже слышали, нет, тоже, вот, напишите, откликнитесь. Смарт, умные цели, да, умное целеполагание. Приходилось такое, слушайте, смарт? Приходилось, да, то есть цель это не просто какая-то благая идея или благое пожелание или еще что-то такое, может быть, совершенно конкретное, измеримое, реалистичное, достижимое. Пока мы не начнем измерять, мы не можем понять, что мы... Вот я всегда говорю, вот, когда здесь, в специалисте, там, сколько уж там, лет семь назад начали устраивать по этим тоже подходам внутреннюю поддержку, изначально никакой статистики ничего не было. Как можно ставить какие-то измеримые показатели? Из головы, да, глупость бесполезная, их никто даже пытаться достичь не будет. Поэтому как? Сначала набирается статистика, просто какой-то регламент делается с минимальными метриками, минимальными параметрами, которые только, ну, вот, совершенно очевидны. Например, у нас вот что было вначале? Время реакции, сколько можно было посчитать, время реакции, скажем, на заявку в зависимости от приоритета. И доля закрытых заявок в течение месяца. Вначале, чуть-чуть посчитать другого было нельзя. Ну, по мере набора статистики, естественно, цели усложняются, уточняются, это постоянный, постоянный такой процесс. И вот поэтому обычно, когда в организации начинают внедрять какие-то, вот, ITIL-ориентированные, ITIL-основанные подходы, чаще всего начинают не с каких-то таких больших-больших целей, какой-то там стратегии, какого-то там светлого будущего, нет. По статистике, в 90 с лишним процентах случаев внедрение начинается именно с текущей поддержки. То есть, попросту говоря, вот то, что есть, вот оно есть. Вот так сложилось. Значит, вот то, что есть сейчас, должно работать, по крайней мере, предсказуемо. Как только мы добьемся предсказуемости работы того, что есть, мы сможем понимать, где у нас узкие места. Может, у нас пользователи подготовлены. Может, у нас слишком зоопарк решили. Может быть, у нас там слабые рабочие станции. Может быть, слабые сервера. Но пока мы не начнем это поддерживать и накапливать статистику и давать какие-то минимальные гарантии пользователям по работоспособности того, что есть, мы не сможем понять, что нужно улучшать. А давайте мы поставим, там, не знаю, вместо Lotus Exchange. А зачем? Деньги потратим много, это точно. Вопрос, зачем? Что мы добьемся? Lotus – старая система. Ну и что? Может, она работает? Может, она решает задачу? Вот опять же, я говорю, у нас в свое время такая была ситуация. Сейчас, если видели, у нас на сайте есть сервис онлайн-тестирование. Вот он с 2001 по 2011 год 10 лет проработал на одной и той же платформе. И нормально работал, и хорошо было, удобно поддерживать. Поменяли его, запустили проект на новую версию по одной единственной причине. Только потому, что специалист учебный тренинговый центр и стало слишком много задаваться вопросов. Ну что это вы нас там учите? МВС 4.0, а у самих там на АСП 3.0 написан сервис. На самом деле вопрос не очень разумный, если честно, потому что ответ на него очень простой. Работает? Работает. Задачи решает? Решает. Зачем тратить деньги? Ну, у нас в силу того, что вы вот как раз клиенты внешне стали такие вопросы задавать, у нас возник риск, что это повлияет, так сказать, на спрос как раз на курсы. Ну и в общем сравнили, решили переделать. В принципе, как раз именно такой должен. И мы его очень много лет и, собственно, и придерживались, и придерживаемся и в остальных. Работает? Работает. Задачи решает? Решает. Стоимость нового по сравнению с тем, что мы можем получить. Вот поэтому обычно начинают для того, чтобы иметь возможность отвечать на такие вопросы, именно с внедрением текущей поддержки. Вот у нас есть то, что у нас есть сейчас. Давайте вообще не будем задаваться вопросом, почему у нас такой зоопарк решение, почему у нас что-то написано на SP3.0, а что-то у нас используют IBM Lotus, а где-то у нас стоит там SharePoint сервер последней версии. Так получилось. Да, мы об этом не задумывались, да, у нас работало. Давайте начнем сопровождать. Как выстроить сопровождение? Как дать пользу своей компании вот здесь и сейчас? Вот с точки зрения курсов, я вот здесь специально так, в общем-то, и выделил, да, есть курс, который так и называется Service Desk, вот там вот внизу эта страничка, прямо этого курса. Можно прямо туда перейти, посмотреть. Даже вот когда мы начинаем поддерживать в таком виде, уже большая польза бизнесу сразу. Почему? Потому что возникает, ну, как минимум, управление инцидентами, управление проблемами. Да, вот пять процессов, которые входят в эту область, в операционную, да, вот, в обеспечении работы Service Desk. Управление инцидентами. Что такое инцидент? Инцидент – это любое отклонение работы какой-то IT-услуги от регламентированного, установленного порядка. Значит, уже что? Ага, значит, мы уже с подразделениями, с бизнесами как-то должны договориться, о какой порядок регламентированного. Не то, что какому-то пользователю пришло в голову, что у него не так должно работать. То есть, ему в голову пришло. Значит, постепенно, постепенно мы начинаем документировать, а так должно работать. Тогда любое отклонение будет считаться инцидентом. Инцидент должен быть что? Устранен. То есть, нужно вернуть производительность, функционал в то состояние, которое согласовано с бизнесом в максимально короткое время. Чтобы не пострадали продажи, не пострадало производство, вовремя были сданы какие-то отчеты и так далее. Управление проблемами. Проблема что такое? Проблема – это причина возникновения инцидента. Ну, то есть, как пример. Инцидент. У меня не ходит почта, я не могу отправить почту. Это инцидент. Почему пользователь не может отправить почту? Причин до миллиона может быть. Может, у него какая-нибудь там галка автономная работа стоит в Outlook, и может, у него сетевой кабель отошел, а может, проблема на DHCP сервере, а может, проблема на HCH сервере, а может, у провайдера интернета там что-нибудь, канал отвалился где-нибудь. Миллион причин может быть. Поэтому, не могу отправить почту, это инцидент, и IT-служба должна этот инцидент устранить как можно быстрее. Например, обходным решением. Так, не можешь отправить почту через наш сервер, давай, вот у нас есть резервные там ящики где-нибудь там на Gmail. Да, это не очень хорошо, отправлять почту с общей, как бы так сказать, не корпоративно, но это же лучше, чем вообще там клиенты, еще подумаешь, вообще организация умерла. Хотя бы так восстановить возможность работы. DHCP сервер или врубную что, окей, сейчас мы тебе DNS просто IP адрес напрямую пропишем, все, ты сможешь почту отправлять. Инцидент устранен. Но нам нужно разобраться с проблемой, то есть первая причина, что же все-таки было там, у провайдера проблемы, у нас там на Exchange или на Active Directory, или где еще были, в чем конкретно ошибка, и эту проблему устранить. Очень часто для устранения проблемы как раз и потребуются те самые изменения. А вот по мере роста, ну то, что называется зрелость, что делают в большинстве компаний? Вводят какую-то систему мониторинга, чтобы не как-то лягушка реагировать, когда уже что-то произошло, бежать исправляться, чтобы были какие-то системы мониторинга, на основании которых можно было бы идентифицировать вот эти проблемы до того, как они повлияют на пользу. Например, видим логи, видим, что там диски переполняются, хранилища переполняются, чтобы не было отказа, значит, есть время поставить новый диск какой-то. Видим, там канал проседает ниже, вот и все, пришел алерт администратору, он там заранее встрелил, почему вдруг канал стал проседать, в чем там дело. Опять же, появляется время среагировать до того, как произойдет вообще какой-то отказ в обслуживании. С другой стороны, по мере роста зрелости, можно из инцидентов выделять еще другие специфические типы обращений пользователя. Потому что не любое обращение пользователя, в принципе, является инцидентом. Человек может просто о чем-то спросить, попросить какой-то помощи, показать ему, как что-то сделать, или где ему взять документы, или предоставить куда-то доступ и так далее. Понятно, что порядок обработки таких заявок может быть несколько иной. И вот тогда, но ни в коем случае не сразу, а по мере роста зрелости в крупной компании, когда люди постепенно приспосабливаются, можно из управления инцидентами, например, выделить отдельный такой процесс, отдельный вид деятельности, как обработка сервисных запросов. То есть, что мы делаем, если инцидент, а что мы делаем, если человеку там нужно, например, помочь, просто показать, как работает, или еще что-то. А как мы действуем, если нужно предоставить права на доступ? Как там проверить, есть ли у него разрешение соответствующее, не противоречит ли оно другим его правам на доступ? То есть, не будет ли там какой-то конфликт интересов и так далее. То есть, тоже все это постепенно-постепенно вот так отстраивается. Естественно, кроме обработки каких-то подобных обращений и заявок от пользователей, в рамках операционной вот этой деятельности возникают обычные задачи, которые, как они говорят, не триггерные, то есть, не связанные заявки, то, что можно делать ежедневно. Например, сервис-деск, то есть, должны быть люди, вот, или как у нас еще так, helpdesk называют, ну, разные есть формы организации, тоже мы на курсе об этом, соответственно, говорим. Кто вот, неважно, есть заявки, нет заявок, они должны быть на месте, быть готовыми принять заявку, ее обработать. Вот есть функции технического управления, управления приложением, то есть, как раз вот те люди, которые решают переходить, не переходить на новые версии, мониторят рынок, оценивают архитектуру. Есть текущие вот ежедневные процедуры, ну, что там, бакопирование, какие-то профилактические работы, взаимодействие с провайдерами, с дата-центрами, то есть, ну, выполнение обычных регулярных операций, вот, которые мы делаем, мы иногда об этом не задумываемся, а на самом деле задумываются, а да какие должны быть регулярные операции? То есть, там ежедневные, там еженедельные, ежемесячные, там, ну, банально, опять же, когда мы делаем дельта-бэкап, когда мы делаем полный бэкап, как мы проверяем, что вот эта вся, например, цепочка из дельта-бэкапов, она актуальна, и в случае сбоя действительно нам поможет восстановить какое-то актуальное состояние системы. Вот, вот в результате вот эти пять процессов, так называемых, и пять функциональных блоков, они как раз составляют, в совокупности те задачи, которые решаются в рамках операционной фазы. Ну, а мы, соответственно, вот и рассматриваем на курсе по организации работы службы поддержки, да, как раз для того, чтобы начать поддерживать то, что есть, создать вот эту базовую ступень. Вот, курс, вот этот курс уже четырехдневный, вот если базовый курс, он трехдневный, да, вот как бы структура обо всем, то здесь этот курс, он уже четырехдневный, углубленный только в одну область, плюс он готовит к сертификации уже старшего, ну, или как ее точно называют, интермедиат, да, среднего уровня. Если базовый курс готовит к сертификации фаундейшн, этот уже готовит к сертификации уровня интермедиат, то есть специалист именно в области операционной поддержки, да, это какой-то старший там смены поддержки или руководитель службы поддержки, или есть еще вот такая роль менеджер проблем, то есть человек, который возглавляет, скажем, группу аналитиков при разборе проблем, то есть, ну, это может быть кто-то скажет, старший системный администратор, по еще какому-то продукту, только в данном случае мы говорим не о технологической квалификации, то, что, да, у этого человека есть технологическая квалификация, как ему организовать работу группы, как ему выставить приоритеты и так далее, да. А вот дальше для исправления проблем, для исправления проблем, очень часто как раз-таки нужно инициировать какие-то изменения, да, и вот я об этом уже говорил, что, ну, вот, если еще раз вернемся, вот, скажем, вот, вот, при текущей эксплуатации выявили проблемы, нужно что? Нужно инициировать изменения какого-то, для чего? Для того, чтобы исправить проблему, или для того, чтобы создать какую-то там новую бизнес-функцию. Но, в свою очередь, как бы проблемой в этом случае всегда является то, о чем я тоже уже говорил, соотнесение затрат, рисков на вот эти работы с выгодой, которые вы получите. Поэтому, кстати говоря, вот не все проблемы на самом деле должны исправляться. Потому что, а может быть, проблема вызывает сбой, там, не знаю, раз в квартал, и это легко лечится. А зачем тогда вообще тратить какие-то ресурсы, силы, усилия на то, чтобы исправлять, там, переписывать код или производить какую-то перенастройку, там, конфигурации? Зачем? Может быть, этого и не нужно делать. А может быть, есть какое-то обходное решение подходящее. И вот поэтому есть отдельная вот такая выделенная вайтил, вновь, вообще область знаний, которая так и называется управление изменениями, релизами и конфигурацией. То есть, как раз оценить, исходя из текущей конфигурации, исходя из, ну, скажем так, тяжести проблемы, исходя из значимости бизнес-задачи, стоит или не стоит реализовывать изменения. Как его реализовать, как его тестировать, как внедрять, как привлекать пользователей. По большому счету, это проект. Но вот здесь четко нужно разделять две вещи. Управление изменениями – это всегда организационная процедура, то есть это не технические действия, это принятие решений. То есть, как раз собрать некую вот эту аналитическую группу, проанализировать, как мы можем реализовать вот эту функцию какую-то новую или там исправленную, какие для этого нужны ресурсы, какое будет влияние на другие компоненты, как это повлияет на пользователей. Исходя из этого, принять решение. И вот как раз про управление изменениями релиза мы говорим вот на соответствующем курсе. А само изготовление, скажем так, релиза – это проект. Это всегда проект. Вообще, вот у ITIL это как раз такая методологически не очень сильно проработанная часть. Поэтому, когда мы говорим об управлении проектами, ITIL нас отсылает к каким-то методикам ведения проекта. Есть разные подходы. Есть подход, так называемый, иерархический. Я вот как раз о нем сейчас скажу. Есть, наверное, про них-то уж точно слышали, так называемые ITIL, SCRAM-подходы по такой небольшими циклами. В общем, их можно комбинировать в какой-то степени. В частности, курс управления IT-проектами, он больше использует как раз именно такие иерархические подходы. Что значит иерархические подходы? Это значит, что проект сначала очень тщательно прорабатывается и планируется. То есть, оцениваются вот те самые потребности. Вот вход еще раз говорил. Да, это изменение нам нужно. Почему? Потому что у нас есть определенная какая-то бизнес-потребность. Нам нужно исправить ошибку определенную. Для чего? Это позволит продавцам продавать на 10% больше. Они меньше будут терять время на рестарт сервиса. Или там меньше пользователей будут высказывать недовольство. Значит, повысится лояльность пользователей. Но для того, чтобы получить эту потребность, нам нужны какие-то ресурсы. Как нам оценить ресурсы? Естественно, проработать содержание проекта. Что должно быть сделано? Какие там затраты должны быть? Лицензии, люди, технологии. И вот иерархический подход к ведению проекта, он как раз и предполагает такую детальную, пошаговую, итеративную проработку. Сначала некое общее видение, потом такая как бы локализация, потом еще уточнение, еще и только потом переход уже непосредственно к тому, что называется изготовление, к один, к разработке. Если же речь пойдет о небольших каких-то изменениях, это могут быть agile методологии. То есть собрались быстренько с пользователями, обсудили, как им удобно сделать, и соответственно за пару недель что-то сделали. И вот здесь я хочу еще обратить внимание на один курс, почему вообще множество проектов проваливается, если так поставить вопрос. Вообще войти в среде, количество неуспешных проектов, вообще в мировой даже практике, достигает кошмарных совершенно цифр, это порядка 70% проектов неуспешных. То есть либо вообще их бросают, не доделав, либо в результате, как вы тут узнаете, там известную картинку, наверняка видели, там хотели сделать качели, получилось непонятно что. Либо сделать сделали, но вместо года делали три года и выпустили в работу, когда это уже в общем не особо и нужно было. Почему такое происходит? А происходит такое как раз-таки зачастую из-за того, что пренебрегают той самой иерархической моделью планировать. То есть вот, а сейчас вяжемся, быстренько что-нибудь сделаем, там посмотрим. Как правило такое не очень хорошо работает. И вот как раз вот эта иерархическая модель предполагает, что нужно очень-очень тщательно собирать требования. Вот я нашел такой забавненький рисунок. Это на самом деле из одного из как раз айти, ну не самой методологии, конечно, а как бы иллюстрации, да, таких. На самом деле можно сказать, что нужно, что нужно сделать? Вот у нас есть там некая потребность пользователя. В принципе вот на этом рисунке ее удовлетворили, ну в общем да. Человек может сделать то, что там хочет. Будет ли он доволен? Сомнительно. Почему? Потому что не собрали требования, не разобрались, что хочет бизнес, не разобрались, как конечный пользователь будет выполнять свой рабочий процесс. Вот если уйти от этого забавного рисунка, я всегда привожу пример из своей ранней практики, проектной как раз, когда тоже еще только там, можно сказать, учился и осваивал. Вот на страховом рынке как раз там делали проекты для страховщиков, как раз тогда, ну это давно уже было, лет 11-12 назад, вот программа обязательного автострахования как раз, и вот мы там с такой столкнулись с ситуацией, что когда мы работали со средними, с небольшими компаниями, все было хорошо. Когда перешли, уже, так сказать, подросли, перешли к компаниям с первой десятки, в первой же мы столкнулись с проблемой какого рода, что после внедрения нашей системы компания стала продавать меньше пользы, то есть попросту меньше продавать, меньше зарабатывать денег. То есть классическая ситуация, хотели как лучше, продавать больше, а стали почему. А ситуация оказалась как раз банальной совершенно до невозможности. Почему? Кто выступал в роли заказчика? В роли заказчика выступает, правда, там, ну, кто-то из дирекции страховой компании, ну, например, там, директор по имущественному страхованию, там, начальник департамента автострахования. Мы не ответили для себя на один простой вопрос. Их IT-службы не ответили на этот же вопрос для себя. А когда этот начальник департамента последний раз сам лично продал полис? Когда мы над этим вопросом задумались, ответ варьировался в диапазоне от давно до никогда. А что это значит? Что интересует такого начальника? Ему интересует соответствие требования законодательства. Да, разумеется, вся отчетность, подзаконность, подзаконные акты, там, постановление правительства, регулятор, и прочее. Ну, надо соблюдать, да кто-то спорит, конечно, надо. Внутренняя отчетность, бизнес-аналитика, разумеется, интересует. Все это у нас было сделано гениально. А вот сама процедура продажи полиса была сделана немножко кривовато. Почему? Потому что в начале какие-то отделы сами полисы уже забыли, как продают, или никогда не знали, как продаются. Продаются. Как-то. Почему в результате произошла просадка производительности? Потому что те самые рядовые сотрудники, эти агенты по страхованию, они теряли очень много времени просто на том, что они сначала смотрели в бумажную заявку, а потом искали, где же это поле, ну, не знаю, там, например, фамилия, в форме на экране, в программе. И вот я вот обсудил там полей, ну, кто-то, если в своей машине страховал, видели, там же количество полей, там несколько десятков, нужно заполнить. Но каждое поле приходилось искать на экране. Всего-то, что нужно было сделать, чтобы поля на экране в точности шли в том же порядке, что поля вот в официальной бумажной форме. Чтобы агент не задумывался, что вот он прочел первое поле, он здесь первая кнопка табуляции нажал, у него вторая, он здесь читает, вторую карту слева направо, сверху вниз читает, и тут у него слева направо, сверху вниз, все. Это повысило производительность вот реально почти в три раза, вот в двух с половиной до трех раз по разным компаниям. Вот, казалось бы, такая ерунда. Поэтому сама процедура вот этого сбора средств, информации для технического задания, сбора требований, она у нас вынесена вообще в отдельный самостоятельный курс, двудневный, тоже на основе вот этих методик, стандартов. Мы как раз там разбираем, как вот эти документы, есть методики сбора этих средств, во-вторых, кого надо привлекать, вот я как раз тоже в том числе и на этом же примере обращаю внимание, что не нужно думать, что вот если там есть какой-то руководитель, он сказал, то так нужно всегда делать. Никогда не надо забывать ни про смешников, ни про рядовых пользователей, ни про тех, кто будет сопровождать систему, потому что, я уже говорил только, что система в результате может обладать всем необходимым функционалом, но быть неподдерживаемо, то, что называется unsupportable. вот это все нужно учитывать. Соответственно, вот этот курс у нас так и называется, сбор требований и разработка технического задания. Вот там мы два дня говорим только про это. А вот когда это задание сделано, да, можно уже непосредственно начинать отдавать на проработку отдельные блоки, конкретно, ну, допустим, про тем же самым программистам. Вот это как раз необходимо, знаете, руководителям проектов по разработке, по внедрению, ну, это уже зависит от того, в какой вы компании работаете. Если это компания-разработчик или компания-интегратор, это скорее проекты разработки, если внутри, то проекты внедрения, либо это менеджеры изменений, то есть люди, которые как раз организуют и синхронизируют всю вот эту работу. Ну, и сертификация, вот есть Экзиновская, да, вот этого Голландского института информационных технологий, это тоже, заметьте, вот интермедиа-сертификация, но уже как бы другое направление. Вот до этого я говорил, есть как бы специалист-менеджер по поддержке, а это менеджер почему? По изменениям и релизам, да. Ну, или вот менеджер проектов. Естественно, для получения вот этого статуса нужно гораздо больше, но вот эти курсы являются такой базой хорошей, первой. Курсы, в том числе, дают так называемые баллы профессионального развития для допуска от экзаменов, чтобы вот эту сертификацию сдавать, там нужно не просто подготовиться, прийти сдачу, а нужно еще, чтобы тебя допустили к этой сдаче. Вот, вот эти курсы, соответственно, баллы для допуска тоже дают. А вот только потом уж можно переходить, это действительно, потом не только с точки зрения карьеры, но и потом с точки зрения развития компании, самой IT-службы, можно переходить к чему? К стратегии. То есть, вот действительно, внедрение обычно происходит в обратном порядке. Сначала операционные вещи, потом научиться внедрять хотя бы небольшие улучшения, изменения или какие-то там приходящие сервис-паки от вендоров, а потом, вот как я говорил, накопив вот эту всю статистику, опыт, причем опыт не только в IT-подразделении, но и опыт со стороны бизнесов в взаимодействии с этим, можно переходить к выстраиванию уже такой перспективной стратегии, к планированию развития. Вот это уже задача, конечно, ну, скажем так, IT-дирекции, да, это задача IT-дирекции, которая как раз уже и должна, теперь мы уже выходим, да, на то, с чего и начинали, но теперь мы к этому готовы оценить, какое влияние IT оказывает на основные бизнес-процессы. Вот теперь мы это можем уже сказать обоснованно, потому что у нас уже есть статистика, можно на протяжении какого-то периода времени, какого от компании зависит, часто это вопрос, иногда полгода достаточно, иногда и полтора, и два года должно пройти, чтобы эта статистика накопилась, чтобы понять, да, например, бухгалтерия может и потерпит, вот там ведь обычно говорят, о, бухгалтерия, все бухгалтерия самое важное, они не терпят. Иногда да, иногда нет, нельзя это заранее держать, а иногда и потерпят, а иногда действительно терпеть нельзя, а иногда это может быть привязано ко времени, как это в той же частности, бухгалтерии часто бывает, если, например, вот сейчас, сейчас бухгалтерия в меморее потерпит, над ними не капает, а в марте будет капать очень сильно, и уже не над бухгалтерией, а над всей компанией, Потому что март как раз период сдачи годовой отчетности за прошлый год. Все там, все их задачи пойдут в высший приоритет. Но у нас уже накопилась статистика внутренняя. Мы понимаем, когда обращаются. И по временам года, по месяцам, по дням, недели. Мы уже можем эти пики рассчитать. Влияние, воздействие. И можем уже говорить, что здесь нам нужно поменять систему. А здесь, может быть, нам не надо менять систему, а просто организовать какой-то дополнительный инструктаж или дополнительный тренинг для тех же пользователей. Это будет более эффективно по соотношению стоимость и ценность для бизнеса. Поставленный cost value анализ. Анализ цена влияния. Исходя из этого, будем разорвать стратегию предоставления IT-услуг. Будем говорить о понятии, как карта IT-услуг. Что такое в двух словах пока в рамках нашего семинара. Что такое карта IT-услуг? Ведь услуги не висят в воздухе почти в большинстве случаев. Очень редко, когда какая-то услуга, IT-услуга, функционирует автономно. Можно предположить, и то это уже сейчас нечастно. Допустим, какая-то АСУТП-система на производстве, автоматизированная система управления технологическим процессом. Вот она функционирует, это набор каких-то станков, агрегатов с программным управлением, она сам по себе функционирует. Да, может быть, хотя это, скорее всего, сейчас все уже завязано на склад, на складские остатки, на поставку и так далее. Ну, еще можно предположить. Итог. А в большинстве случаев в код возьмем. Хорошо. Склад, складские остатки. Складская система как составная часть ERP-системы, система управления ресурсами предприятия. К ERP-системе должна быть подключена CRM-система управления взаимоотношениями с заказчиками, чтобы вообще понимать, какие виды товаров пользуются большим спросом, сколько есть на складе, соответственно, что нужно выпускать, какие клиенты что запрашивают, соответственно, сюда, значит, подключается логистическая система, а раз общение с клиентами, значит, почта, все. То есть сервисы все между собой так или иначе взаимозавязаны и с точки зрения бизнес-процесса, и с точки зрения обмена данными. Значит, нужно выстраивать в рамках вот этой карты, как они взаимосвязаны. Значит, это приведет к формированию требований к интерфейсам обмена данными, к логике. И вот все это вместе будет называться портфель услуги, будет определять как раз приоритет. А раз портфель, значит, что и финансовое вливание. То есть какой приоритет, какие взаимосвязи, на что влияют, сколько потребуется денег для реализации и последующей поддержки. Как это все выстраивать, согласовывать с бизнесом, формировать вот эти все карты, услуги, каталоги. Что еще у нас там возникает, как оценивать финансовую составляющую. Вот это все мы как раз разбираем на курсе, который называется, так и называется, управление IT-службой компаний. Ссылочки я на всех стадиях стараюсь сделать. Что такое, например, каталог услуг? Это вообще фундаментальный такой, совершенно фундаментальный документ, который представляет собой перечень всех услуг, которые есть в компании. Ну вот чтобы здесь не быть так голословным, я вот сейчас постараюсь быстренько показать, а подробно мы как раз на этом курсе и разбираем, что собой может представлять каталог услуг. Ну вот, например, темплейтик давайте. А, нет, не очень хороший темплейт. Не очень хороший темплейт. Сейчас, вот, структура. Да, вот. Какие подразделения, вот, сама услуга, да, то есть что здесь у нас может быть, например, электронная, почта. Одна услуга, другая услуга, допустим, там, не знаю, даже CRM-система. Третья услуга, поддержка, бухгалтерии и так далее, да. Дальше, какие подразделения пользуются услугой, сколько максимально пользователей IT может обслужить. Что значит сколько может? Мы всегда действуем, существуем в условиях ограниченности ресурсов. И каталог вообще является одним из инструментов как раз для торговли с бизнесом. То есть, условно говоря, вы расширяете там производство, расширяете клиентскую базу, отлично, супер. Ну, значит, нам нужно у нас тоже, например, там, количество штатных единиц увеличить, потому что повысить мощность серверов, потому что мы просто уже иначе не будут хватать мощностей, да. Какими соглашениями регулируются, ну, как я уже говорил, раз мы идем снизу-вверх, то у нас уже какие-то вот базовые правила, вот эти service level agreements уже должны быть. Дальше, когда услуга предоставляется, в какие часы предоставляется поддержка. В чем разница? Ну, смотрите, например, та же почта, она ведь, как правило, в большинстве компаний работает 24 на 7. Но это ведь совершенно не значит, что в режиме 24 на 7 можно обратиться в службу поддержки. Нет, почта, в принципе, не выключается, да, сервера почта, он не выключается. Но, если произошел сбой, то поддержка, например, оказывается только в режиме, допустим, там, 12 на 5. То есть, только по рабочим дням в течение 12 часов, да, с 8 утра до 8 вечера по рабочим дням. А если сбой произошел в воскресенье, ну, значит, ждем до понедельника. Возможный вариант? Да, возможный. А вот если бизнеса скажут, не, нас это не устраивает, потому что у нас может быть и то, и то, и то, и то, нам надо, чтобы вы нам 24 на 7 поддерживали, тогда мы скажем, отлично. Но тогда нам понадобится, тогда нам понадобится определенное количество людей вот в нашем подразделении, потому что нам придется держать тогда сколько? Ну, как минимум 4 смены, а на самом деле больше. Ну, потому что люди вообще-то еще в отпуск ходят там, иногда болеют и так далее, и так далее, да. Кстати, как-то считать, мы тоже на одном из курсов смотрим, как правильно посчитать количество. Поэтому, хотите 24 на 7, пожалуйста, но это будет стоить других денег, другое количество персонала. Это вот как раз тоже в каталоге очень наглядно показывается. Вы хотите получать отчетность, замечательно, но нам для этого придется держать какие-то сервера мониторинга, и не надо нам говорить, на что вы деньги тратите. Вот на то, чтобы автоматически мониторить, как раз, как мы и говорили, event management, автоматический мониторинг, чтобы стараться отреагировать на потенциальные сбои до того, как они повлияют непосредственно на ваших сотрудников, на ваш персонал. И вы не хотите за них платить, отлично, значит, стоимость услуги будет дешевле, но тогда и метрики, вот здесь, например, уровень доступности тоже будет не 99%, а 95%, потому что мы будем знать о проблеме только, когда вот уже по факту она произойдет, а не заранее. То есть вот этим как раз каталог услуг очень и хорош, очень полезен, что он представляет вот такой комплексный взгляд на все услуги, на все параметры их предоставления, причем там и для IT видно, что с чем-то взаимодействуют, и для бизнеса, вот как я сейчас постарался показать, тоже видно. Это, естественно, задача уже кого? Ну, как минимум руководителя IT-отдела, в таких серьезных компаниях это руководитель IT-департамента скажет. А вот дальше с каждым клиентом, а клиент это кто, подразделение или вообще внешняя организация, заключается так называемое соглашение об уровне услуг, Service Level Agreement, да, где вот как раз уже прописывается конкретика предоставления услуги для этого подразделения. Зачем это нужно? Потому что, смотрите, на самом деле, на самом деле, ведь, допустим, если мы возьмем ту же электронную почту, ну, предположим, да, электронная почта, например, для продавцов, для бухгалтеров и для склада имеет разный уровень важности. Например, продавцы без электронной почты работать не могут. Вот, я знаю, допустим, продавцам она действительно должна быть доступна 24 на 7. А складу, ну, склад вот работает, когда отгрузка производится с товара, и все, ему почта не нужна 24 на 7. Да, там вообще, если почта не будет работать, они по своей складской системе прекрасно разберутся, как, и что кому отгружать, приоритет обслуживания будет меньше. Это тоже позволит варьировать. Ага, нам не нужно, нам нужно поддерживать почту 24 на 7, но не для всех. Значит, мы можем, например, что? С сегментами выводить на профилактическое обслуживание, а если произойдет сбой, с сегментами восстанавливать. Опять-таки, в случае какого-то глобального сбоя, первыми мы будем восстанавливать для кого? Для продавцов, а для склада в последнюю очередь. Почему? Потому что склад без него может работать, а продавцы? Нет. Таким образом, вот как формировать SLA-соглашение, мы вот на это и тоже на этом курсе выходим. Более, само SLA-соглашение, оно тоже не висит в воздухе, потому что для того, чтобы оно соблюдалось, вот такой слайд тоже очень хороший, очень наглядный, в каком смысле? SLA-соглашение, вот здесь, как вы видите, оно опирается на такие два столпа, на так называемые соглашения оперативного уровня и так называемые внешние контракты. Внешний контракт понятен. Всегда нужно оговорить, в чем наша зависимость от поставщика программного обеспечения, от того же банально провайдера интернета. Нам нужно доказать, почему нам необходимо два или три договора с разными провайдерами интернета. Потому что для нашей компании, вот, например, действительно, для нашей, простой более 30 минут сайта, это сверх критично, это вот emergency с 10 восклицательными знаками. А ни один провайдер восстановления канал в течение 30 минут не гарантирует, они берут там самые лучшие 3 часа, чаще всего это один рабочий день. Значит, как будет? Надо иметь три договора с разными, чтобы если упал один, могли быстро переключиться на другого. Если упал другой, еще и на третьих. Но это деньги, это затраты. Поэтому нужно показать, как для критичных каких-то услуг иметь какие-то резервные мощности какие-то, свои дополнительные. Ну, понятно, для интернета это, хотя как не полезут, может быть, какой-то спутниковый канал, чтобы только сайт был виден и все, и почта ходила, а всего остального мы откажемся. И вторая составляющая, так называемые соглашения операционного уровня. Соглашение операционного уровня. Что это такое? Это документы, тоже сейчас покажу такой простенький примерчик. Это документы, которые описывают взаимодействие между разными IT-отделами. Вот пример, который мы реально разбираем на курсе, по-хорошему, как и должно выглядеть. Скажем, да, есть у нас сервис обеспечения работы системы взаимоотношений с клиентами, сервис системы. Но сервис системы же не висит в воздухе, она опирается на какую-то общую сетевую инфраструктуру, тот же сервер Active Directory, там, СКС, там, ну и так далее, и так далее. Вот. И вот OLA-соглашения, они как раз и расписывают порядок взаимодействия, разграничения областей ответственности между разными подразделениями. Вот в данном случае, например, между службой инженеров сетевой инфраструктуры и с CRM-системой. То есть фактически группа поддержки CRM выступает как такой, своего рода, внутренний заказчик по отношению к общей сетевой инфраструктуре. Вот расписано, кто сколько часов там доступен, когда кто имеет право проводить регламентные работы, по каким критериям определяется, кто ответственный за инцидент, когда группа CRM, когда группа, соответственно, сетевой инфраструктуры, чтобы не было, да, например, того же самого ПИН-ПОГа. У меня все работает, у себя разбираетесь. Нет, у нас тоже все работает, вы у себя разбираетесь. Что же известная ситуация? Ну, чтобы риск, вероятность такой ситуации уменьшить, в ОЛА такие вещи должны быть тоже прописаны, как определить, на чьей стороне, на чьей стороне ответственность. Поэтому и говорят, что ОЛА документы тоже как бы подпирают, да, если они обеспечивают фактически его выполнение. Ну, в общем, собственно, да, это действительно уже такая карьерная ступень руководителя отдела, если это небольшая компания, небольшое подразделение, либо строго IT-департамента. И здесь своя intermediate сертификация, которая service offer, то есть предложение услуг, да, service offering, как предлагать услуги. Ну, а на базе всех этих сертификаций уже может выстраиваться уровень, уровень как раз высший, так называемый, эксперт, да, экспертный уровень, ну, это уже такая следующая ступень в таком карьерном, профессиональном развитии. Ну, а вот, соответственно, курсы, как раз вот линейка курсов, которые обеспечивают, да, вот как раз фундаменте, как я и показал, это всегда IT, потому что IT действительно является библиотека фундамента. Дальше можно либо специализироваться в области проектов, ну, мов, как более детально, как я уже сказал, в области вот сервис-деска, управления IT-службой, там отдельно, ну, вот я об этом сейчас не говорил, но в принципе, да, сейчас достаточно развиваются облака, там облака, там своя немножко специфика, вот как раз управление изменениями, сбор, обработка технического задания, ну, то есть вот такие вещи. Все, вот постепенно, это не значит, что нужно прямо пройти все курсы, это бессмысленно на самом деле, нужно, вот, почему, опять же, мы рекомендуем всегда начинать сайты, вот понять, что для вас сейчас самое важное, смотря где вы работаете, если вы в разработке, тут после айца нужно понимать, как идут там проекты, как там собирать требования, как вести проекты, как там выстраивать взаимодействие, скажем, со специалистами внутри проектов. Если вы работаете в поддержке, значит, в сервис-деск, когда вы уже выходите на уровень там руководства отдела, ну, значит, соответственно, вот уже делать следующие вот такие шаги. То есть это действительно такой степ, степ-бай-степ, степ-бай-степ. Вот эта схемка, она на самом деле все время актуализируется. Сейчас я контакт вам еще раз, потом вернусь. Я вот хочу сейчас на сайте показать. Вот здесь на сайте есть раздел, как раз, который так и называется IT-менеджмент. И, соответственно, весь набор курсов и актуальный, и в том числе актуальный, так называемый, путеводитель, они вот здесь всегда присутствуют. Вот здесь, как раз видите, тоже все объединены. Здесь и IT-менеджмент, здесь управление проектами, еще отдельно выделены, естественно, мы сейчас не будем про это говорить, потому что это своя специализация, это предмет для отдельного разговора. В данном случае я на презентацию взял вот эту именно картинку, но она обновляется. И, соответственно, вот отсюда можно перейти, она, естественно, интерактивная, на страничку соответствующего курса. То есть каждый блок в этой схеме – это линк на страницу соответствующего курса. На странице соответствующего курса там всегда уже вот можно посмотреть и ближайшую дату, и если зайти непосредственно вот на страницу, вот здесь, ну, понятно, что подробная программа, и, собственно, вот расписание обычно на год вперед всегда идет, вот если вы видите, то в год до декабря уже есть. Все это можно выбрать, причем имейте в виду, что можно, ну, даже сейчас вот один коллега у нас героически пришел после выходных в класс, остальные на вебинаре и заниматься может еще так же и в классе, и на вебинаре. Есть форматы еще, так называемые, открытые, очно-заочные, вот обязательно. Смотрите, выберите, какой формат вам, может быть, удобнее подойдет, может быть, там очно-заочный. Ну, для начальных курсов я не рекомендую, там, вот для IT, лабаза, а для более старших очно-заочный очень хорошо подойдет. Открытые тоже самое, то есть там в этих форматах можно, ну, как, больше своим временем распоряжаться. То есть это форматы, в которых вот не просто, вот, как сейчас, допустим, преподаватель, тренер ведет занятия, а тогда есть элементы самостоятельного занятия, есть время для взаимодействия с тренером. То есть вы можете самостоятельную часть как-то там под свой график подстроить, а фиксированное время уже пообщаться с тренером, но во многих случаях индивидуально и, соответственно, прояснить, прояснить там какие-то моменты, которые вас, которые вас интересуют. Ну, собственно, вот еще раз все контакты, значит, презентацию вы можете загрузить еще раз, значит, давайте покажу, где. Вот здесь вы логинитесь, вот, я уже залогинился, вот здесь вы логинитесь, затем у вас в личном кабинете будет, вот, мои курсы, ну, соответственно, предстоящие, текущие, законченные и, соответственно, ну, уже вот в законченных тогда появится вот этот курс наш. Ну, я у меня, естественно, не буду, потому что я здесь как тренер, ну, вот, например, так вот. И вот здесь дальше на странице группы, на странице группы будет эта презентация. Видеозапись, видеозапись будет доступна, ну, где-то примерно через неделю, 10 дней. Они всегда выкладываются вот здесь, в разделе вебинары. Ну, можно несколькими способами найти, давайте тоже все покажу. Значит, в разделе вебинары есть, вот, специально красно выделены видеозаписи прошедших вебинаров. Ну, и здесь, соответственно, по направлению, да. Естественно, не надо, ну, можете поискать там, что еще интересно, разумеется. Ну, вот как раз менеджмент, в разделе менеджмент будет либо на страничке всегда направление вот здесь. Вот, видите, вот, мы на страничке направления, да, вот куда мы с вами зашли, вот, IT-менеджмент. И вот под вот этими путеводителями графическими здесь вот как раз вот эти семинары, да, вот они. Ну, соответственно, можете посмотреть те, которые есть, и наш с вами появится здесь же через, там, некоторое время, как я уже сказал, неделя, 10 дней. Вот на странице IT-менеджмента. Либо на страничке, третий путь, на страничке моей. Найти вот здесь в разделе о центре есть раздел преподавателя. Ну, и, соответственно, на букву D вы можете всегда найти меня. зайти на мою страничку, которая вот на сайте специалиста. и вот здесь, видите, раздел прям видео. Здесь в разделе видео всякого рода вот такие видеозаписи, семинары, все, что я проводил. Вот оно здесь все сгруппировано. Тоже можете посмотреть здесь. Довольно много, на самом деле, любопытных вещей, которые в разное время были. Посмотрите, я думаю, что обязательно что-то интересное для себя найдете. Ну, а в самой презентации вот еще раз говорю, все контакты там центра, мои страницы там в соцсетях. В общем, пожалуйста, пишите. Ну, и, соответственно, какие если есть вопросы, то, пожалуйста, вот, спасибо тем, кто после выходных нашел себе силы начать новый рабочий год. Так что всем удачи, на вопросы готов ответить. Субтитры создавал DimaTorzok